Бусидо Нобухико Токадо против Дэна Северна. Боже мой, что же нас ждет в ближайшие несколько минут. И я завидую тем, кто сейчас это увидит, но и сочувствую, естественно, тем, кто это пропустит. Дэн Северн против Нобухико Токадо. Еще раз повторяю, какие имена? Дэн Северн говорит, что, естественно, ужасно ждал этой встречи, изучал записи боев, Токадо. Естественно, чтобы отметил массу слабых сторон этого японского спортсмена. Но, естественно, учитываю и сильные его стороны. Дэн Северн, видите, хитро прищурился и говорит, так же я знаю его слабые моменты в борьбе. И думается, что если бы не был уверен в том, что смогу противостоять Токадо, я бы сегодня не выходил на ринг. Да, будем биться, а пусть победит сильнейший, говорит Дэн Северн. Настоящее борцовское такое трико у этого парня из Соединенных Штатов. Посмотрим, поможет оно сегодня ему или нет. Время покажет. Ну и сейчас, я думаю, зал просто-напросто взорвется. Ну и вот, человек номер один в профессиональном рестлинге – Нобухико Токадо. Традиционные комплименты в адрес соперника. Дескать, Дэн Северн, один из ведущих рестлеров, он очень силен, у него богатый опыт, трали-вали. Но, тем не менее, Токадо говорит, что будет делать то, что и делал раньше, то бишь побеждать. Банзай. Дальше Токадо задает вопрос, мол, а в хорошей ли вы форме? На что чемпион отвечает, что эмоционально-то он готов на 100%, однако физически, естественно, несовершенен, но очень близок к совершенству. Такой вообще практически ангел во платье. Ну что, можно сказать, время покажет, естественно, никто не может знать, вот так вот в раздевалке, кто же окажется сильнее на ринге. Только бой, только бой и эмоции, стратегия, тактика – вот что может явиться основополагающим в победе. Ну, интересно, скажет Токадо Банзай или не скажет, да? Сделаю, говорит, все, что могу. Ну, понятное дело, будем считать, что он сказал свой Банзай, но мы этого просто не видели, потому что какой японец без Банзая, согласитесь? Ох, как мне хочется послушать зал, когда будет объявление имени Нобухико Токады. Ой-ой-ой, друзья мои. Ну-ка, давай, говорилка. Ну-ка, говорит, что Дэн Северн, США, чемпион США по самбо и дзюдо. Техника борьбы этого спортсмена выше всяких похвал. Посмотрим. Ему 36 лет, кстати говоря. И рост у американца 6 футов 2 дюйма, вес 270 фунтов. Что там со статистикой у Северна? Дэн, ну-ка, покажи, 3 схватки и 3 победы. Неплохо, 100% результат, хотя и не так много боев провел этот спортсмен. Ну, а теперь, ох, ну давай, объявляй Токаду уже. Ну-о, Нобухико Токады, родом из Канагавы, 31 год. Чемпион мира, это великий десятиборец. Он практически не имеет слабых мест, и среди его сильных сторон это точные удары ногами. То, что американцы не очень-то любят. 17 боев, 16 побед, но одно поражение, кстати говоря, друзья мои, от Гарри Олбрайта, которого мы видели несколькими минутами ранее. Судья проверяет амуницию. Боже, как все эти рефери похожи. Такое ощущение, что это братья-близнецы. Ну да ладно. Так, американец не хочет сжать руку. Не хочет, помнит он, 40-й или 41-й год. Конечно же, помнит противостояние США и Японии. И вот сейчас посмотрим. Япония против США, борьба руками против ударов ногами. Посмотрим, что же будет дальше. Пока тактика. И вот посмотрите, Дэн Северн, он сейчас находится в типично борцовской стойке. Раскрыт живот, практически не закрывается голова. И это может быть очень и очень плохо в финале этого боя. Поскольку Такаде настолько опыт и населен, что одного удара ему будет достаточно, чтобы победить. Ну, а у Дэна Северна тоже очень ясная тактика. Ему нужно уйти броском в ноги к Такаде и повалить того на пол. Для того, чтобы уже в борьбе в портере преимущество борца. Вот, великолепно, сказал за все 100%. Как будто слышал меня Северн и сделал то, о чем я ему говорил. Перевел борьбу в портер, перевел борьбу на ринг. Так, и здесь японские атлеты не слишком-то сильны, скажем прямо. Но здесь может сказаться опыт Такады. И судя по той позиции, в которой находится сейчас японский атлет, ему такие проходы в ноги совершенно не страшны. В Такаде нужно работать больше ногами, естественно. Очень много открытых и незащищенных мест у американского атлета. Ну, а Такаде, искушенный борец в рестлинге, уверен, сможет реализовать свое преимущество в ударах ногами. Но почему-то с упорством, достойным лучшего применения, Такаде лезет в ближний бой. Куда тебя несет, самурай? Ну, куда ты лезешь? В портер против борца, а? Это же самбист и дзюдоист. А еще великий президент нашей страны говорил, что против дзюдо есть только дзюдо. А ты не дзюдоист, Такаде. Ну, куда тебя несет? Будь я на месте Такады, я бы сейчас срочно тянулся бы к канатам, поскольку Северн достаточно силен физически, и можно нарваться на болевой или удушающий. Но, к счастью, я не на месте Такады. Боже, от одной такой мысли становится плохо, что можно бороться против этой горы на мышц и мускулах. Не позавидую сейчас Такаде, согласитесь, друзья мои. Такада похож на угря, который так крутится и пытается вывернуться, но ничего не удается. А, кстати говоря, Дэн Северн только что пытался пойти на болевой прием, но ничем это не закончилось. Даже создается такое ощущение, что Северн побаивается Такаду, и ничего у него не получается. И вот то, что я и говорил. Не закрывается голова Северна, и получает он удар коленом в нос. Да, давайте посмотрим. Даже удар в челюсть прошел. Очень неприятно. Еще один удар проходит. Молодец Такада. Наконец-то он понял, что ему надо делать. Северн поактивнее работать ногами. Очень много незащищенных мест, я повторяюсь уже. Но что делать, если типично борцовская стойка, она не очень подходит для профессионального рестлинга. В очередной раз. Но это уже, наверное, заслуга Северна, что борьба переходит в такой клинч, выражаясь боксерскими терминами. Вот молодец! Вот молодец Северн! Как можно чаще ему нужно повторять такие захваты и такие броски, и тогда, уверен, победа ему достанется достаточно легко. Такаде нужно что-то менять. 15-12. Впереди, кстати, Такада. Но вот этот вот бросок, не знаю я, смог ли выбить его из колеи или же нет. Пока, естественно, борцы не очень-то желают сходиться поближе, поскольку новое что-то надо придумывать и Такаде, и Северну. Хорошо, они уже друг друга изучили. Северн в очередной раз идет туда, где он более силен. А Такаде, Такаде это совершенно ни к чему. Ну зачем идти в ближний бой с борцом? Надо отходить подальше и уже молотить ногами, почем зря молотить ногами, как жерновами мельницы, для того, чтобы нанести удар. Вот он, Нельсон! Классика борьбы. Борьбы, и Такаде, похоже, попадает на удушающий, но вовремя выкручивается из этого положения. Такое впечатление, что какая-то специальная смазка сейчас нанесена на тело Такады, уж больно легко он уходит от всех этих захватов Дэна Северна. Северн уже оказывается лопатками практически на ринге. И сейчас Такаде, думается, мне пойдет на болевой прием. Ну, вполне возможно, он будет захватывать ногу, левую ногу соперника. Хотя у Такады, наверное, есть своя голова на плечах. Да, судя по строению тела Такады, действительно так оно и есть. Голова там присутствует. Причем, учитывая заслуги этого спортсмена, очень даже неплохая голова. Болевой все-таки прием, болевой прием. И Северна спасают канаты. 15-11. Неплохой прием прошел, согласитесь, друзья мои, держится. Северн за кисть руки. Все-таки вот мне непонятно, ну, зачем спортсмены, которые проводят болевые приемы, тащат своего соперника к канату. Два удара неплохих проходит Такада. Третий. Ну, давай четвертый. Сейчас самое главное не увлечься этими ударами, поскольку Северн уже готов к ним и может захватить руками ногу соперника. Вот сейчас молодец. Но попадается, вернее, практически попадается. Так Ада не так просто, как кажется на первый взгляд. Все-таки первый рестлер мира. А это дорогого стоит. Попадается все-таки. Северн знал, что так и будет продолжаться. Отлично. Великолепно проводит бросок Северн. И попытка болевого. Но попытка и сам болевой, согласитесь, друзья мои, это разные вещи. Пытается извлечь хоть какое-то преимущество из этой позиции Дэн Северн, но ничего не удается американцу. И очень скоро, кстати говоря, вы посмотрите, где находится нога Северна. Он может оказаться в неудачном для себя положении. Посмотрим, что же будет дальше. Удаст Светокаде прийти в контратаку. Практически разорвал он замок. Посмотрите, друзья мои. Пальцы ли держатся. И такада великолепно. Великолепно приемом, который называется рыбка. Он прям-таки выпрыгивает из объятий Северна. И сейчас такаде надо немножечко полежать. И осмыслить то, что было мгновениями раньше. Вот это стихия Северна. Согласитесь, все-таки борцу гораздо проще бороться именно в таком положении, нежели ловить руками ноги соперника. Сейчас такада, скорее всего, будет уходить от этого захвата переворотом. Точно. Развернулся он. И классический портер, в котором находится такада, пытается что-то сделать. Бен Северн. Очевидно, последует бросок через себя. Получится или нет? Нет, контратака. Молодец. Хотя каков, каков Северн, а? Опыт спортивной борьбы ему очень сильно помогает. Пошел, естественно, болевой. Посмотрите, лодыжка такады находится под правым бицерсом у Дэна Северна. Ужасно больно. И спасительный канат. Немножечко сократил отставание Северна. Уже 13.11. Вот это вот попытка болевого приема. И спасение такады у канатов, оно немножечко скрашивает Северну жизнь. Два балла отыграно. А ведь было 11.15. Сейчас уже 11.13. И неплохо сейчас этот отрезок провел Дэн Северн. Такаде без сомнения надо каким-то образом перестраивать свою тактику. И самое главное, работать побольше ногами. Поскольку в ближнем бою он совершенно Северну не соперник. Еще раз попытка удушающего приема. Но такада вовремя уже левой рукой работает. Видите, как активно Северн убирает руки такады от своей челюсти. И вот уже диаметрально противоположная ситуация. Уже Северн в классическом портере. Все-таки опыт Северна в спортивной борьбе, в самом дзюдо, с элементами борьбы греко-римской. Они, естественно, дают себя знать. И не так-то просто такади вытащить и заставить Северна раскрыться. Все вот эта борьба в горизонтальном положении, борьба практически лежа не приносит такаде никаких дивидендов. И это, конечно же, не украшает японского спортсмена. Почему-то он забыл то, что он умеет очень хорошо. Чем он владеет лучше всего, это борьба ногами, конечно же. В борьбе против Северна, именно в классической борьбе, преимущество однозначно у Дэна Северна. И, друзья мои, никто не сможет меня переубедить в этом. Когда, заметьте, когда спортсмены находятся именно на ковре, ну на ринге, называйте это как угодно, преимущество у Северна неоспоримое. Вы не сможете разубедить меня в этом. Но только проблема в том, что не очень-то хорошо понимает Северн, что же ему делать дальше. Все это, друзья мои, говорит только об одном – отсутствии опыта в профессиональном рестлинге. Согласитесь, что такада, несмотря на то, что он значительно легче своего соперника, гораздо с большей пользой использует любой момент, который ему предоставляется. Хотя в последние, ну, не знаю, минуты 3-4 ни одного шанса Северна ему не предоставляет. Но, тем не менее, такада с честью выходит из тех лабиринтов, которые строит для него Северн. Толку для Северна никакого. Все эти попытки проведения болевых приемов ни к чему не приводят. И вот очередная, пожалуйста. Попытка, попытка – это не пытка. Но почему-то только пытается провести болевые. Северн, я не понимаю, его, честно говоря, то ли не хватает сил, то ли боится он повредить ногу своему сопернику, то ли не очень он уверен в себе, что скорее всего. И вот в этом, друзья мои, может быть большая-большая проблема. Вот он сам, пожалуйста, попадается на болевой. А канаты-то далеко. Нет, канаты-то оказываются близко. Канаты близко. И вот, ну, я не знаю, я уже все сказал про этого Дэна Северна. Сам виноват. Если проиграет, будет виноват. Только он и никто другой. Поскольку Токадо в этом бою не демонстрирует ничего, что он демонстрировал ранее. Посмотрите, как только Токадо начинает работать ногами, все великолепно. Вот, как только в ближнем бою, до свидания и преимущество, которое было дать. Очередная попытка провести болевой Дэна Северна. Но и в очередной раз он не понимает, для чего эта попытка ему предоставлена. Поскольку Токадо сейчас будет ловить на контратаке самого Северна. И уж Токадо, как говорится, палец в рот-то не клади. Он знает, как извлекать какую-то выгоду из такой ситуации. Пожалуйста, подтверждение моих слов. Попытка удушающего. И сейчас Токадо немножечко передохнет. И вновь пойдет в атаку. Сейчас у него уже, конечно, преимущество. И можно попытаться провести удушающий. Хотя Токадо понимает, что у него небольшое преимущество по очкам. И торопиться некуда. Все-таки то, что Токадо сам немножечко легче своего соперника, может в конечном итоге сыграть решающую роль. То, что просто-напросто у Дэна Северна не хватит сил на завершение поединка. Счет нам показывает табло 13-10. Впереди пока японский атлет Токадо. И надо потихонечку доводить свое преимущество в баллах до логического завершения. Набирать балл за баллом. Потихонечку гнать американца канатом для того, чтобы тот не выдерживал боли и хватался за канат. Таким образом победа будет гораздо ближе. Токадо замечательно. Вот то, о чем мы говорили. Либо это хитрейшая тактика. Выматывал он своего соперника. И дальше начинает переходить к более изощренным приемам. Молодец. По-моему, капа выпала изо рта у Северна. Видели, что-то вылетело. И сейчас судья начинает отсчет. Да, похоже, Северн уже ничего не соображает. Нет, вернул его судья на ринг. Но это для того, чтобы произошло избиение младенцев. Сможет? Молодец. Не сможет? Сам виноват. Ну, интересно, агония это или преднамеренная? Сможет ли Токадо провести болевой или нет? Победа уже, судя по всему, близка. Все! Все, друзья мои! Все! Токадо проявил себя как великий стратег. Он заманивал и выматывал Дэна Северна во время этого боя. Практически 10 минут, даже чуть-чуть больше. Он гонял Северна по рингу. Ну, а затем великолепными ударами ногами он вывел того из равновесия. И дальше уже было делом техники. Все это Тобухико Токадо, друзья мои. Запомните это выражение лица. Он знал, что он сможет. Тобухико Токадо.